С самого утра в СМИ разных стран, хоть и короткой заметкой, но упоминалось то, что суд округа Колумбия в лице судьи Амиты Мехты принял решение отклонить иск миллиардера Олега Дерипаски к Министерству финансового снятия персональных санкций, введенных против него в 2018 году. В результате решения Минфина США включить его в санкционный список Дерипаска лишён возможности получить американскую визу, а все его активы на территории США были заморожены. По процедуре он может обжаловать это решение вышестоящей судебной инстанции, но похоже на то, что никаких перспектив теперь у него нет абсолютно, поскольку он попал в хрестоматийную историю того, как вообще Россия ведёт себя в подобных случаях. То есть линия поведения Дерипаски настолько шаблонна, что её можно использовать как шаблон в любой ситуации, где Россия, ну или отдельно её важные персонажи, привлекаются к ответственности. Как обычно, на первой стадии в такой ситуации поднимается невыносимая вонь в подконтрольных СМИ, которые обязательно вещают с территории России, с территории страны, в которой всё случилось. Тактика отработана уже давно и действует в той же шаблонной предсказуемости, как и всё остальное. Подконтрольные СМИ в тех же США публикуют мнение прикормленного эксперта или подобного персонажа, которому отваливают приличный гонорар, где тот излагает неправомерность действий местных властей. И потом это мнение запускается на большую пропагандистскую машину, где оно обрастает комментариями публики, прямо или косвенно находящимися на подсосе у Кремля. Когда пропаганда отстрелялась, в дело вступают юристы, ну и сам обиженный, который играет известную сцену из фильма «Сарни» в главной роли «Какие ваши доказательства?». При этом ситуация подаётся таким образом, что бедный и всячески обиженный пациент наказан безо всяких на то оснований, и в данном случае иск был составлен именно в таком ключе. В ходе процесса миллиардер утверждал, что решение включить его в санкционные списки является произвольным, неподкреплённым доказательствами и превышающим полномочия американского Минфина. Он настаивал, что не является олигархом, в список которых был включён администрацией Трампа три года назад. Бизнесмен также утверждает, что были нарушены его права, гарантированные пятой поправкой к Конституции США, которая запрещает судить дважды за одно и то же преступление и изымать собственность бесправедливого возмещения. Конец цитаты. Но вот в ходе рассмотрения исковых требований произошло именно то, чего и требовал Дерипаска, и чего требовала Россия в деле о сбитом малазийском аэроплане. А именно, были представлены те самые доказательства, на отсутствие которых только что напирал возмущённый Дерипаска. Суд не просто отклонил доводы адвокатов Дерипаски, но сослался на доказательства, предоставленные Министерством финансов, а Минфин США взял, да и рассекретил часть данных, на основании которых кошелёк Пыни был включён в санкционные списки. Причём из публично доступных данных становится понятным, что формат документов, которыми оперировал Минфин, является конфиденциальным и не предназначен для широкого обозрения. Оно и понятно, ведь стирка грязного белья крупного бизнеса не очень приятное мероприятие, хотя бы потому, что в любом обществе всегда имеется напряжение по поводу большого бизнеса, находящего различные лазейки для того, чтобы уйти от уплаты налогов или сделать деньги из воздуха. Кроме того, если санкции предполагали не только запрет Дерипаски на визы, но и арест его активов в США, то это значит, что кто-то из резидентов США как минимум работает с этими активами, и это бросит тень на их репутацию. То есть санкции, вводимые в таком формате, как бы говорят субъекту «Мы всё знаем, мы всё видим, мы терпели это до поры до времени, но теперь терпение лопнуло». И лишний шум по этому поводу не был нужен самому Дерипаски, поскольку таковы правила игры. Но он надел броню и полез в разборки, более того, точно зная, насколько его рыло в пушку, он обосновал свои претензии тем, что Минфин не имел никаких оснований и потребовал доказательств. Когда иск зашел в суд, то был обязан спросить Минфин о том, что стало причиной санкций, а тот ему ответил «Вы хотите доказательств? Их есть у меня». И вывалил пачку, достаточную для суда, но вряд ли всю из того, чем по факту располагает. И кроме того, раз уж суд сделал официальный запрос, то не отвечать на него нельзя. В конце концов, финансовое ведомство привело шесть случаев действий Дерипаски, которые по американским данным свидетельствуют о его связях с Кремлем и стали базой для ведения санкций. По его мнению, их достаточно для того, чтобы положительно ответить на запрос суда и самого ИСА. Выглядит это примерно так. Процитируем. Во-первых, как считает американский Минфин, президент России Путин склонил Дерипаску к инвестированию 800 миллионов долларов в проект Олимпиады в Сочи в 2014 году. Во-вторых, Дерипаска, по мнению Вашингтона, финансировал проекты Кремля в 2018 по запросу Путина и высших чиновников. В-третьих, он, как полагают американские чиновники, отменил IPO группы ГАЗ, чтобы скрыть отмывание денег Путина через свою компанию. В-четвертых, Дерипаска в декабре 2016 года был идентифицирован как лицо, которое владеет активами и отмывает средства в интересах Путина. В 2011-м его бизнес-деятельность, по сообщениям, была использована для перевода средств в личных интересах Путина. И, наконец, Дерипаска, согласно материалам дела, действовал по личным инструкциям Путина на переговорах с представителями Киргизии. Именно этот пакет сведений и решил исход дела, и решение было однозначным. А Дерипаска перешел к следующему стандартному ходу, принятому в современной России. Как только на крики об отсутствии доказательств их таки выкладывают, начинается другой крик. Вы все врете, это фальшивка, фотошоп, меня там не стояло, ну и далее по списку, как они любят. И Дерипаска уже исполнил арию терпилы из оперы «На берегах потомока». Более того, когда пройдут все инстанции обжалования и все проиграют, будет рассказывать он о том, что суды не были объективными, и в их басманном суде он бы все, конечно, выиграл. Все это говорит о том, что Москва везде и всегда действует шаблонно, ее шаги предсказуемы до банальности. А раз так, то все, кто ей противостоит, должны пользоваться этой особенностью. Зная их следующий шаг, всегда можно сыграть на упреждение. Так что, пора побеждать.